На связку Юрий Рашкин, это депутат Украинских сборей в округу Рог, штатов Вискосин. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Анастасия. Вы знаете, смена во времени так меня иногда путает. Я думаю, что мы с вами встречаемся через час, а тут мне пишут, что я уже у вас, меня у вас ждут. Но я закончил эфир на своем канале, перехожу плавно к вам. Витаю. Слава Украине. Героям слава. Благодарю вас за это. Я напомню, что Юрий Рашкин также ведущий YouTube канала «Рашкин Репорт», там также все много интересного. Юрий, вот не могу не начать, конечно, с «Легиона свободы России», потому что они сказали, что Путин уже теряет власть, что Путин показал, что он не может справиться с, как он говорит, какими-то там зрадниками, когда говорят в украинском языке. И Путин не может обеспечить безопасность, что самое главное, своим же гражданам. Как думаете, сегодня можно говорить о том, что как-то власть Путина уже пошатнулась или шатается? Смотря кого спросить. Я думаю, что если спросить Путина, то он считает, что все прекрасно. Я думаю, что если спросить Путина, то мы получим массу интересной информации, с которой мы можем не согласиться. Начиная от того, к истории России и кончая, кого он считает своим агентом. Поэтому безопасность России. А как мы знаем, Путин – это Россия, Россия – это Путин. Поэтому пока Путину хорошо, то и России хорошо. Если Путин считает, что у него все прекрасно, значит, россиянам хорошо. А если их бомбят, уничтожают, люди бегут в разные стороны, разбегаются. Я видел кадры. Это просто зона. Ну, война перешла в Россию. И мы видим, что россияне, в принципе, они… Как может пушечное мясо защищаться? Они готовы лезть в пушку, чтобы ими стреляли и уничтожали себя. Это они еще за империю представляют себе каким-то образом. А вот такое, знаете, защищать что-то… Да, боже упаси, они окружены, в принципе, враждебным государством, которое захватило и держит русских людей под русским иго. И им нужно решать свои проблемы. Им просто помогают решать это. И это реальность. В том смысле, что это реальность та российская, которую никогда не смог осуществить Алексей Навальный. Потому что смена власти в России не может произойти демократическим путем. Смена власти в России может произойти сейчас только путем насилия. Это будет сделано либо насилие по отношению к Путину, либо это будет насилие по отношению к россиянам до тех пор, пока он просто не сможет воевать. Опять же, ему могут доносить папочки информацию о том, как прекрасно, как он скоро захватит Киев. Но только реальность не должна с этим никак совпадать. Это будет такой, знаете, такой Трумен-шоу, когда можно посадить Путина на какой-нибудь в его бункер. Ему будут по телевизору показывать, как все прекрасно. А в это время вообще он не контролирует ничего. Но понимаете, это же Россия. Там же в принципе беззаконие. Не то, чтобы кто-то рассчитывал там на полицию, что они там будут стражи порядка. Нет, это просто одна банда и другая банда. Посмотрите, что происходит в Гаити. Там просто развал государства, и люди разбегаются, и какие-то банды контролируют территорию. Возможно, это будет Россия уже довольно скоро, если все добровольцы, которые, знаете, я только надеюсь, что их количество будет расти. Потому что, в принципе, это опять же результат политики Путина со всех сторон. И результат того, что он начал войну, и результат того, что он не дает Соединенным Штатам помогать Украине. И результат того, что он довел свою собственную страну до такой полной деградации, когда никто никому не собирается ни за кого сражаться. Люди просто пытаются спастись. Так же, как они выжили и пытались выжить при кремлевском этом режиме сейчас, так они пытаются выжить сейчас во время войны. Это просто выживанцы. Но теперь им надо быть бижанцами, чтобы еще быть выживанцами. Где-то это остановится. Я желаю всем, кто борется с Россией и с ее невероятно токсичным влиянием, чтобы я рад, что это обернулось обратно на Россию. Это то, что говорит тот же генерал Ходжес. Это должно происходить внутри. Проблемы должны решаться внутри страны. Замечательно. Я надеялся, что, скажем, в прекрасном будущем мы изберут Навального, и тогда он сможет разрушить, просто потому что он будет и с другой. Это была бы, знаете, совсем другая битва. Какая Украина? Надо разбираться вот с тем, что здесь происходит. Но не получилось. Вот такая Россия. Теперь надежда другая. То, что этот режим сметут, он разбежится, потому что все понимают, что это на глиняных ногах стоит, это чудовище. Но просто где у него болевая точка? А болевая точка в том, что это просто джело. Это, знаете, рыба, как это называть, такая расплывчатая, которая очень ядовитая, но в каком-то смысле достаточно бессмысленная. Да, очень такое хорошее сравнение. Но еще одна проблема у Путина. Наверное, он не думал, что спустя два года полномасштабного вторжения будет наш главнокомандующий Сырский встречаться с главой военного комитета НАТО. Как это было сегодня, обсуждать главные вопросы наших вооруженных сил Украины, главные потребности. Я так понимаю, что после этой встречи стоит ожидать какой-то себе такой паники уже даже, наверное, на каналах пропагандистских, на главных каналах телевидения России. Опять буду рассказывать, что они сегодня воюют с НАТО. Тема НАТО для Путина, насколько она действительно больная, эта тема? Или все же он понимает, что он не сможет пойти против НАТО, против Альянса, как он это утверждал после так называемых выборов, что, мол, вот, друзья, уже скоро третья мировая наносит? Конечно, это больная тема для Путина. Ведь НАТО — это единственное, что стоит на его пути перед доминированием во всем мире в каком-то смысле. Уж точно в Европе. Поэтому НАТО сказать, что он может это игнорировать. Мы просто видим, что он проигрывает. Он мне напоминает определенных людей, которые как бы думают, что они вроде говорят, что они что-то хотят сделать, но все их действия противоречат тому, что они говорят. И не понимая, что ли они настолько тупы, или они врут все время. Потому что когда... Это то, что мне в каком-то смысле пытался разобраться, пока, наверное, ему не надоело. Энтони Блинкен. Я пытаюсь понять, зачем все то, что делает Россия, приводит к увеличению НАТО. Но зачем тогда они это делают, если они говорят, что их волнует расширение НАТО? Тогда, возможно, нужно было что-то делать по-другому. Но они привели НАТО к расширению. И Украина движется в будущее. Это прекрасно. Конечно, нужно развивать связи и между странами, и между организациями. И не надо путаться в том, что Конгресс Соединенных Штатов, и именно Палата представителей, и именно республиканская фракция сейчас очень успешно вставила палку в колеса финансовой помощи, не означает, что все остальные планы без Запада по интеграции Украины каким-либо образом изменились. Поэтому так же, как говорили, что Украина, ее место в НАТО, так и продолжает это мнение быть. В каком-то смысле это всегда вернется в Украину. В том смысле, что украинцам нужно разобраться, есть ли они, и когда украинцы готовы вступить в НАТО, потому что это означает все те ограничения на военные действия, которые мы уже с вами не раз обсуждали. Но, конечно, это дискуссия, которая должна происходить. И если Путин не нервничает, то он просто продолжает делать неправильные вещи. А если он нервничает, ну так пусть нервничает. Как думаете, а вот заявление Трампа? Он сказал, что точно не будет выводить свою страну с НАТО, с Альянсом, если страны Европы будут играть честно и платить взносы на коллективную оборону. Но ранее мы поняли немножко другие заявления. Он говорил, что сегодня Альянс вообще не очень нужен Америке. И тогда мы поняли, что в Штатах очень запереживали после этой фразы. Начались какие-то действия сделать как-то так, чтобы не смог Трамп, если он придет ко власти, сделать так, чтобы Штаты не было в НАТО. Сегодня его риторика вроде как меняется. Как думаете, с чем это может быть связано? С тем, что он плохо себя показывает на праймерис. Он теряет голоса, даже учитывая, что Ники Хейли вышла из гонки, и он все равно продолжает терять голоса и набирает сейчас без оппозиции меньше голосов против протестующих, чем Байден набирает у себя на праймерис, учитывая, что я даже получил текст от людей, которые говорят, давайте пошлем Байдену посыл, когда будут праймерис в Висконсине, проголосуем каким-то таким особым образом, которое должно показать, что мы все за палестинцев. Но это не набирает голосов. Идеи-то есть. Есть пару штатов, в которых есть большое количество арабского населения, но это не влияет на ситуацию. А у Трампа проблемы. Народ от него бежит. И частично из-за того, что он так говорит о союзниках. Потому что ключевая часть поддержки была Ники Хейли и всех вот этих рейгановских республиканцев. Это абсолютно безответственная позиция Трампа и республиканцев по отношению к внешней политике. Поэтому, да, ему нужно было... Ему здравый разум говорит о том, что нельзя было такого говорить вообще. И думать такие мысли не надо. Но он теперь пытается как бы оттянуть это обратно, потому что он понимает, у него большие проблемы. Но надо признать, что даже если он... Во-первых, он может выйти из НАТО. И когда он станет президентом... Если он станет президентом... Потому что для него суды, как мы знаем, это просто оттяжка, задержка и так далее. Поэтому он может сделать что-то, а потом пусть суды и решают, а в это время уже он как бы вышел. Это один вариант. Потому что мы знаем, политики часто говорят до того, как их изберут, другие вещи, чем они делают после того. А с другой стороны, он может быть просто вторым Виктором Орбаном, который не выходит, но является замечательным тормозом для Путина. Поэтому в каком-то смысле получить такого Орбана на стероидах, это было бы просто подарок для Путина. Поэтому выходит Трамп президент из НАТО или не выходит Трамп президент из НАТО. Это все равно очень плохо. Это просто катастрофа для мира, если Трамп становится президентом. Просто мы видим, что чем больше людей понимают, то, что это будет в конце концов Байден и Трамп, тем больше людей... Ну, тем более ясно становится ситуация. Мы это уже видим, потому что независимые кандидаты не набирают большой поддержки. И есть такая организация No Labels. Они говорили, вот люди против Байдена, люди недовольны Трампом. Все же говорят, они хотят другого. Давайте, мы им найдем нового кандидата. Они искали, 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 не могут найти, потому что серьезные кандидаты не хотят бросать карьеру в своей партии и не хотят помогать Трампу выиграть. Еще есть такое мнение в пропагандистских кругах, что если Франция ведет войска в НАТО, это может за собой потянуть «развал НАТО». Они, конечно же, там не ссылаются на чьи это слова. Говорят, что об этом рассказывают разные уважаемые, в кавычках, наверное, эксперты. Но все же, если говорить о таком словосочетании, как «развал НАТО», насколько это возможно и кто мог бы поспособствовать этому? Дональд Трамп. Кроме него, никого другого, ну, я не знаю, Виктор Орбан. Но, в принципе, то, что делает Макрон по-английски рассматривается только позитивно. Да, он рискует, да, он ставит Францию в определенном смысле как бы вперед, впереди строя. Но, с другой стороны, мы говорим о том, что сейчас вышло видео, где Макрон боксирует, и он, значит, бьет по этой груши, и нам должно это показать, насколько он воинственно настроен. Ну, прекрасно, замечательный, Эммануэль. Вот так и надо. Пусть бьет, и пусть показывает, пусть показывает лидерство. Замечательно, в демократиях люди должны себя вести таким образом. Я не вижу никакой, никакой нервозности и страха от того, что Макрон может развалить НАТО, или даже пока что я не вижу большого опасения того, что Макрон втянет НАТО в войну с Россией. Потому что, в любом случае, мы даже боимся не просто войска НАТО, хотя это очень опасно, но мы очень не хотим, чтобы это были Соединенные Штаты. Потому что, пока что, я вот сейчас сделал список, ну, как минимум 20 пунктов, почему Байден должен выиграть на выборах. Но я не вижу в этом смысле большого значения Украины или Израиля. Просто внешняя политика, это не то, что таким образом решает на выборы, за исключением, если там будут американские солдаты. Если в зоне конфликта оказываются американские солдаты, это может начать влиять на выборы. Поэтому то, что сейчас французы готовы показать Путину кузькину мать в первый раз с 1812 года или там когда, замечательно. Тут надо просто планировать время года. Время года надо планировать. Если говорить о роли Китая, мы знаем, что скоро Си Цзиньпинь собирается ехать во Францию, но об этом пишут западные СМИ. Наверное, это будет такой более ответный визит, ведь мы понимаем, что и Макрон ездил в Китай, но все же наверняка там будет также разговор и о войне в Украине, и о России, какие-то кулуарные разговоры, которых мы можем даже и не узнать. Как думаете, а вот Макрон, который сегодня себя точно хотел выведет таким лидером Европы, смог бы найти какой-то подход к Си, как-то его переубедить, рассказать все же, кто такая Россия, или Китай будет только придерживаться своих интересов, принять со своим же, тем же самым мирным планом для Украины, который нам не совсем, мягко говоря, подходит. Ну и, в общем, встреча будет обычная, просто встреча. Не только встреча, не знаем, знаете, потому что сейчас главная новость по поводу Китая и США, это то, что мы перебросили войска в Тайвань. И то, что теперь, теперь, это не просто железные Нэнси и Пелоси, которые слетали в Тайвань, это уже войска американские, это серьезно. И вот тут посмотрим на китайскую реакцию, но ожидается, что это будет определенный кризис, и каким-то образом Китаю нужно это будет, видимо, проглотить. И как они на это реагируют, если они это проглотят, и в таком контексте, о чем они будут говорить с Макроном, посмотрим. Я думаю, что они будут о чем-то говорить, им есть о чем поговорить, но у Китая такой сейчас растущий список проблем, что это, я думаю, что наш переброс войск в Тайвань говорит о том, что мы стали воспринимать Китай за последние несколько месяцев китайскую угрозу чуть менее серьезно, чуть менее опасно. Не то, что они готовы наброситься, а то, что они внутри сами разваливаются сейчас большой скоростью. И часть того, что мы видим развалы в Китае, мне кажется, показателем этого сейчас новые законы, которые говорят, что в Гонконге они избавляются от последних остатков свободы. То есть, чем хуже ситуация в стране, тем быстрее нужно закручивать гайки. Ну, я думаю, россиянам эта система знакома. Так что, то, что сейчас происходит в Китае, да, наверное, есть о чем поговорить во Франции, но я думаю, вначале нужно, главное, что мы видим от Китая, это панды. Либо панды есть, либо панды нет. Поэтому, если Китай и Франция хотят дружить, то значит, будут панды, а если не хотят дружить, значит, панд не будет. Еще важно понимать, какие связи отношения между Китаем и Штатами, потому что, пишет Блумберг, что Китай готовится к вторжению на Тайвань к 27-м году. В статье говорится, что Китай наращивает свой военный ядерный арсенал в таких масштабах, каких не видели со времен Второй мировой. Наверняка, если об этом пишут СМИ, разведка Штатов, вы также за этим следите. Насколько здесь такой момент напряжения может быть? И какие сегодня отношения с Китаем? И если Трамп, что будет дальше? Китаю кто сегодня больше нужен? Трамп или Байден все же? Ну, мы тут много имен набросали, кто кому нужен. Байдену нужен мир. Байден хочет, чтобы был мир, и тогда в этой ситуации Соединенные Штаты еще лучше будут доминировать ситуацию, чем если будет война, и нам придется уничтожать определенные страны, государства, и потом воевать за это, чтобы потом опять был мир. Но это все движется к миру. Для Путина и для Си... Я думаю, что с точки зрения Си очень интересно наблюдать за тем, что происходит в Украине и тем, что делает Россия, потому что, когда России не дают отпора, это ухудшает ситуацию для Тайваня. Когда, да, когда России не дают отпора, то это ухудшает ситуацию, ослабляет и угрожает Тайваню, и чем больше помощи получает Украину, тем более уверенно выгодит Тайвань. Опять же, если ситуация в Китае становится более плачевной, и люди будут более недовольны правителем, то тогда правителю может быть более безопасно разбираться и устроить небольшую победоносную войну, как он может думать, вместо того, чтобы решать проблемы и просто сплотиться вокруг, как бы, Тайвань наш. Тогда не нужно решать других проблем, просто Тайвань наш. Но это тоже, это развал мира, это развал страны, и посмотрим, если этого можно будет избежать. И поэтому такая надежда на то, что переброс войск уже сейчас, и это не требует поддержки Конгресса, это решение президента. Так что то, что президент может сделать, он делает, и он не боится поставить американских солдат на передовую против Китая. Это очень сильное заявление, мне кажется, что для тех, кто ищут как бы силы, пока вот, чтобы вот здесь Байден решил показать свою силу таким образом, и он не церемонится, он делает то, что считает нужным и важным, и я могу просто надеяться, что он так же, как он противостоит Китаю, что он оттолкнет Китай обратно и увидит, что это работает, и таким же образом еще больше поддержит Францию, и, возможно, поймет, что чем больше там американской силы, тем меньше вероятность российской или китайской угрозы. Поэтому сейчас мы пытаемся, видимо, надавить на Китай, а потом, возможно, это будет нам уроком, чтобы можно было еще дальше давить на Россию. Еще важный момент это помощь Украине. Мы знаем, что советник президента по нацбезопасности Джек Салливан пребывал в Киев. Не знаю, был ли он еще с визитом вот в ночь на сегодня, слышал ли он все эти взрывы, и вот этот вот русский мир, который к нам время от времени приходит, но он заявил следующее, что двухпартийные голосования в палате представителей за пакет помощи Украине ожидаются в ближайшем будущем. Он не взялся давать прогнозы, он говорит, я не знаю, когда это будет, но это будет, и мы все для этого сделаем. Откуда вот такая вот уверенность, что все же проголосуют? Потому что слишком много людей хотят, чтобы этот законопроект прошел. Слишком, несмотря на то, что у Майка Джонсона такая уникальная возможность заблокировать все, это не означает, что нет подавляющего большинства американских законодателей и в Сенате, и в палате представителей, которые требуют, чтобы этот законопроект по пакету помощи Украине был срочно поставлен на голосование. Даже сейчас, когда они разбираются с финансированием государства, как только с этим разберутся, следующий, опять Украина, потому что нельзя, кроме, не решив вопрос Украины, двигаться дальше. Я в этом смысле очень рад видеть заявление Митча МакКоннелла, который, значит, с одной стороны такая страшная черепашка возглавляет республиканскую фракцию в Сенате так давно, и, в общем, ну, просто список преступлений, которые он совершил, но, тем не менее, сейчас он настаивает мало того, что за помощь Украине, но я его поддерживаю, но и более того, он говорит, что он считает нужно сделать, это спикеру Джонсону дать своим конгрессменам проголосовать по поводу этого проекта помощи, потому что это самое быстрое, что можно сделать, а это то, что нужно сейчас сделать. Понимаете, когда мы в прошлом говорили о том, почему не передает оружие Украине вот это, вот это, вот это, вот это, и мы говорили о том, что логика Пентагона такая, что нужно давать Украине то, что нужно Украине прямо сейчас, и вот это прямо сейчас, это наше родное, потому что это кризис, мы функционируем лучше всего в уровне кризиса. Мы его решаем, когда нам дают это сделать. И поэтому МакКоннелл говорит, у нас кризис, и самое лучшее, что может сделать Джонсон, дать им проголосовать. Потому что в Сенате, сказал МакКоннелл, даже самая простая вещь может занять три дня, чтобы сделать. Поэтому не надо сейчас вот эти все бредни, которые приехал Линдзи Грэм продавать украинцам о том, что украинцам нужно поддержать идею задержки помощи Украине. Это же каким надо быть наглецом, чтобы пытаться людям, которым срочно нужна помощь, пытаться продать идею задержки этой помощи. Ну, это просто не укладывается в голове. Но, тем не менее, Линдзи Грэм, он и не такое может. Так что помощь Украине должна произойти самым быстрым образом. Это голосование по поводу того, что сделал, уже принял Сенат. Все остальное, это задержка. И давление растет. И Джейк Саллван об этом говорит, и Ллойд Остин об этом говорит. И, ну как, вся президентская команда, вся президент Сенатская Радь. Все делают то, чтобы, так сказать, собрать помощь Украине. Но это, понимаете, это проблема для демократии на самом деле. Потому что люди смотрят и говорят, у вас есть проблема, у вас эта проблема не решается, вы называете себя демократией, нам такое не надо. А проблема в том, что это еще самый лучший вариант. Потому что другие варианты еще хуже. со временем издания политика писали, что республиканцы думают над тем, чтобы давать часть помощи Украине в кредит. Потом тоже издание достало какой-то комментарий из нашего офиса президента. И там якобы сказали изданию, что Украина считает оскорбительным такую идею республиканцев, чтобы давать в кредит. Мы помним, что ранее также были заявления и официальные со штатов, что, мол, а вот в Украине есть разные ресурсы, полезные ископаемые. Но что еще сказали издания политика по офису президента, что никаких предложений напрямую не поступало. Как думают эти вот все заявления? Это просто ради заявления или какой-то план, может, не знаю, с которым они были бы готовы прийти к украинским властям у них может быть? Это задержка, это отмазка и это вранье. Потому что Украина платит жизнями украинцев. Это не бесплатная помощь. И это не благотворительность, потому что это безопасность Соединенных Штатов и всего мира. И когда мы говорим о том, что может быть это нужно сделать заемом, например, это было бы справедливее, или Украина может что-то предложить, вы знаете, мы уже уходим от темы того, что нужно проголосовать за то, что есть. И вот в этом смысле Митч МакКоннелл абсолютно прав. Не надо оттягивать и менять даже тему в этом смысле. Мы можем с вами, я хотел бы тут пару слов сказать, просто потому что надо объяснить, что, например, если Трамп приходит к власти, то да, это как раз вот тот транзакционный президент, который будет говорить, а что вы мне можете предложить в обмен? Так же, как он был недоволен тем, что мы захватили Ирак, но там не захватили полностью их нефтяные доходы, оставили им что-то, а как же, мы же вроде бы им такую услугу сделали. Так что Трамп очень мелочный, и люди, которые вот такие мелочные, меркантильные, могут такие мысли думать о том, что Украина может что-то предложить. Если вы думаете, что вы будете кому-то что-то предлагать, то вы не с Америкой договариваетесь, а с Россией, с диктатурой, с авторитарным лидером, который говорит, о, здесь можно и здесь есть чем поживиться. Украина является невероятно ценной страной для США в смысле национальной безопасности. Какие бы там энергоресурсы не находились, тот факт, что она противостоит российской агрессии, является ключевым ее значением и фактором. И то, что там люди, которые страдают, и геноцид, который там происходит, вот это является более большой важностью. А насчет финансирования помощи, во-первых, украинские жизни просто все снимают со счетов. С другой стороны, у российские деньги, и мы видим, насколько Европа уже близка к тому же, на днях уже должны принять решения, чтобы взять эти деньги, которые эти миллиарды зарабатывают интересом и так далее, и вот эти вот заработанные деньги отдать Украине, это возможно может быть до 15 миллиардов долларов в течение нескольких лет. Это тоже хорошее начало, как нужно финансировать, потому что нужно говорить о том, что, ну понимаете, конечно, американские налогоплательщики щедры и готовы заплатить, хотя я просто поражаюсь некоторым, у меня есть знакомый трампист, который говорит, у него, значит, поставил мемасика в Фейсбуке, говорит, я, говорит, сделал свои налоги, заполнил налоговую декларацию, я должен Украине еще 14 тысяч. Так что, есть такие американцы, которые такие мысли думают и говорят, я не хочу за это все платить. Они тоже избиратели, их не так уж, они не подавляющее большинство, но они есть, это надо признать. Тогда кто за это должен платить? Ну, конечно, Россия должна за это платить. У них 300 миллиардов долларов, поэтому нужно ускорить процесс, что забирание, отбирание, апроприирование, вернуть эти деньги, чтобы Россия заплатила за тот ущерб, который она сейчас наносит. В каком-то смысле, тогда у России будет причина остановиться, они могут даже какие-то деньги обратно получить, если бы их это вообще волновало. Ну, я выступал в одной дискуссии с российским экономистом, агентом ФСБ, не знаю, который, я ему сказал, какая будет у вас реакция, если когда у вас заберут 300 миллиардов? Он говорит, вы только попробуйте, вы только попробуйте. Попробуем, потому что что еще делать? Платить-то надо, поэтому есть разные варианты, которые никак не связаны с, знаете, с того, чтобы отбрать у Украины золотишко. Это просто такие меркантильные мысли надо как-то отметать и понимать, что это не путь в будущее. Еще один такой важный вопрос, наверное, над которым думают и понимают и слушают, что говорят в России, это мобилизация. С одной стороны, Wall Street Journal рассказывает, ссылаясь на разных экспертов, что Россия все-таки готова будет открыть второй фронт. С другой стороны, выходит Шойгу и говорит следующее, что у них есть планы, которые требуют мобилизации более чем 200 тысяч человек. Можно говорить, что уже началось в России, что уже ничего не сдерживает сегодня власть Путина и все непопулярные решения вот они могут принять просто одним скопом. Ну да, единственное, что сдерживает Путина сейчас, это реальность, потому что он может издать какой угодно план, он может переименовать Луну в Московию в честь Илона Маска, он может сделать все что угодно, но это не, он может взять территорию Украины и написать у себя в бумажках, что это теперь часть России, но это не реальность, он может делать то, что его не сталкивает с реальностью, а когда он стыкается с реальностью, то тут он натыкается на украинцев, и это его реальности очень-очень вредит, как мы видим уже из вот информации, которую уже озвучили, а то, что он будет ужасничать и еще ужаснее, а кто мог подумать, гайки закручиваются только в одну сторону, поэтому я другого не ожидаю, будет, конечно, хуже, это такой русский оптимизм, может ли быть хуже, конечно, может быть хуже, и будут издавать приказы, и будут искать предателей, врагов народа, я думал, что это произойдет, ну, год назад, но они сейчас к этому доходят, самолеты будут летать меньше, я не знаю, как они там будут на чем передвигаться, потому что лошадей они, наверное, уже съели, поэтому страна идет в прошлое, и то, что они там из глины будут пытаться делать новых ху**ов, ну, так, понимаете, надо будет, наверное, открыть страну для какого-то секс-туризма, потому что мужиков не хватает, кто там будет рожать, кто это, как это будет, я думаю, теперь им надо вкладываться в какие-то стероиды, чтобы эти ху**и быстрее росли, как бы такие безумные, но, значит, быстро, такие вот бройлерные, но это будущее России, а то, что они могут хотеть и желать, они разваливаются, это, опять же, реальность Путина, которая есть, вот, путинская реальность, есть реальность всех нас остальных. Юрий, я благодарю за важный разговор, за время, которое вы нашли оперативно для нас, вам желаю всего хорошего, хорошего дня, вечера, ну, и до новых встреч. Хорошего вечера дня вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин